В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Массовые мероприятия вновь под запретом. В Роспотребнадзоре гражданам запретили собираться больше трёх тысяч человек. О работе с любовью, о тонкостях и сложностях профессии учителя рассказывают сами педагоги. Эдик, ну ты чего? Новые подробности в деле об истязании детей. Пикник под землёй, что грозит любителям экстрима, решившим отдохнуть в недостроенном омском метрополитене. Собираться не больше трёх тысяч в Федеральном Роспотребнадзоре озвучили условия проведения массовых мероприятий в регионах. Глава ведомства Анна Попова объяснила, что сейчас нет ни одного города и педусловия, в котором позволяют проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч. При этом окончательное решение принимается на местном уровне, исходя из конкретной ситуации в регионе и рекомендациями Роспотребнадзора. Никаких дополнительных ограничений не вводилось. Ранее министр здравоохранения Татьяна Голикова заявила, что новый локдаун в стране никто вводить не собирается. Тем не менее, ситуация в России с распространением коронавируса оценивается как сложная. В ряде регионов снова ввели QR-коды. Ограничили работу точек общепита в ночное время, а также открыли доступ к некоторым общественным местам только гражданам с сертификатом о прививке или результатами ПЦР-теста. В Омске дополнительных ограничений вводить не собираются. В настоящий момент в Омской области, согласно решению Оперштаба, под запретом остаётся проведение всех массовых мероприятий, за исключением официальных спортивных соревнований. Масочный режим в торговых точках и общественном транспорте действует вплоть до конца октября. Ситуацию с распространением коронавируса в регионе эксперты оценивают как сложную. До 5 октября суточный прирост заболевших составил 368 человек, выздоровело 466, умерло 4 пациента. Ранее в областном правительстве отмечали, что основной упор нужно сделать не на ограничениях, а на профилактике, прежде всего на вакцинации населения. 5 октября в регион поступила очередная, самая крупная с начала пандемии, партия вакцин почти 177 тысяч доз. Из них спутник ВИЗ – 128 единиц, остальное – спутник ЛАЙТ. Как отмечают в региональном Минздраве, во всех медучреждениях создан необходимый запас вакцин. Минздравом разработан график вакцинации студентов в образовательных учреждениях силами мобильных прививочных бригад. Поскольку резкий прирост заболевших фиксируется именно в этой группе населения. Однако в Омском Роспотребнадзоре не собираются пока переводить учебные заведения на дистант. В Омске стартуют выборы нового мэра. Стала известна дата, с которой желающие занять кресло главы города могут подавать заявки на участие в конкурсе. Во вторник, 5 октября, в городском совете состоялось первое заседание комиссии по выборам кандидатов на пост мэра Омска. Определен период первого этапа для подачи документов с 7 октября по 8 ноября. Второй этап регистрации участников пройдет 9 ноября, после чего начнется собеседование с кандидатами. Третий этап отбора назначен на 13 ноября с 10 до 12 часов. При этом члены комиссии приняли решение, что опоздавшие кандидаты или вовсе не явившиеся с конкурса снимаются. Из тех, кто пройдет собеседование, комиссия выберет двух претендентов, один из которых в итоге и станет мэром Омска. Кандидатуру определят депутаты городского совета голосованием. Предполагается, что имя нового городоначальника станет известно уже в декабре. 6 октября в 10.35 в Омске будет объявлена тревога, проверочная и продлятся учения всего 5 минут. В Министерстве региональной безопасности поясняют, проверка системы оповещения проходит ежегодно в рамках штабной тренировки по гражданской обороне. В среду с 10.35 до 10.40 утра по всему городу прозвучит серия сигналов. Внимание! Проводится проверка системы оповещения. А на общероссийских телеканалах появится оповещение «Техническая проверка». Специалисты ведомства просят омичей и гостей города сохранять спокойствие. В преддверии профессионального праздника Дня Учителя губернатор Омской области Александр Бурков вручил педагогам и руководителям системы образования государственные награды. Почетное звание «Заслуженный работник образования Омской области» присвоено сразу девяти профессионалам своего дела. Из них шесть человек — это учителя районных школ, один директор среднего образовательного учреждения, педагог дополнительного образования, руководитель Центра творческого развития и гуманитарного образования. Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области» присвоено заместителю министра образования Ларисе Жуковой. Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» награждены 15 человек. Среди них — учителя, работники дошкольных образовательных организаций, председатели и специалисты комитетов по образованию, директора образовательных организаций. В целом, в системе образования Омской области трудятся более 30 тысяч педагогических работников. На развитие системы только в рамках национального проекта образования до 2024 года из федерального бюджета будут направлены свыше 30 миллиардов рублей. 2023 год по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина назван годом педагогов. Это как раз говорит о том, что ваша профессия очень значима и ваша работа очень важна для государства в целом. Я думаю, что совместными усилиями с педагогическими работниками, с работниками органов власти и местного самоуправления мы в ближайшие годы сможем действительно создать хорошие комфортные условия для вас и для наших детей. Объяснить предмет школьникам – задача важная, но не главная. В свой профессиональный праздник, День учителя, Наталья Глазова делится впечатлениями от того, как изменилась современная школа и дети. Они стали интереснее, говорит учитель истории и общества знания с 27-летним стажем. Несмотря на ряд школьных стереотипов, например, что раньше учитель обладал неприкосновенным авторитетом, Наталья Глазова уверена, и 20, и 30 лет назад учитель всегда должен был в первую очередь заинтересовать школьника, изучать тот или иной предмет. И только если информация была качественной и захватывающей, ученики стремились познать все тонкости науки. В этом, кстати, помогают современные технологии и цифровизация образования. Но главный секрет успеха в преподавании, по мнению Натальи Глазовой, стать для своих учеников примером. Конечно, трудностей очень много. И трудности заключаются прежде всего в том, чтобы самого себя воспитать, выработать в себе необходимые качества. Потому что воспитывать детей и обучать детей нужно начинать с самого себя. Не надо воспитывать, собственно говоря, детей. Наверное, нужно воспитать себя. Сейчас отношения ученик-учитель больше напоминают партнерские, уверена Наталья Глазова. Молодым педагогам, чтобы они не потеряли блеска в глазах в первые же годы работы, советуют не только учить других, но в первую очередь себя. Заниматься самообразованием, не бояться признавать ошибки и становиться для учеников живым педагогом. Александра Вольф, студентка 4-го курса Омского педагогического университета и школьный тьютер, новомодная единица в штатном расписании современного учебного заведения, еще не учитель, но уже не стажер. Александра помогает организовывать школьные мероприятия. Несмотря на скромный педагогический стаж, молодой специалист уже познал о тонкости соблюдения баланса, строгости и доброты. Конфликтов с детьми не было, и дети к педагогам относятся так, как педагог к ним относится. То есть здесь нужно знать меру, знать границу. То есть это учитель и не друг, и не прямо такой злой человек. То есть нужно соблюдать вот именно границу, что учитель – это твой наставник, который тебе поможет. Александра Вольф убеждена, несмотря на скромный доход и высокую занятость, плюсов в работе учителя больше, чем минусов. А вот у студентки пятого курса Омского педагогического университета Алины Коровиной взгляды на профессию более приземленные. Именно они заставили искать работу не в государственной, а в частной школе. Конечно, говорит Алина, учитель звучит гордо, но общее уважение к профессии педагога вернется только тогда, когда вырастут суммы в зарплатной ведомости. Пока же в этом школьном уравнении больше минусов. На мой взгляд, есть один существенный минус – это, конечно же, заработная плата. То есть это, я считаю, что недооценен труд учителя. И еще один минус именно работы в школе – это много отчетов, которые нужно задавать. Это то, что меня отпугивает. То есть я вот сейчас закончу университет, я думаю над тем, чтобы идти в школу работать. Мне потому что это нравится, меня это привлекает, но меня вот отпугивают два этих фактора. Главный минус, о котором говорят многие специалисты, в современных реалиях – профессия учителя потеряла престижность и сегодня перешла в нишу сферы услуг. А к педагогам родители школьников зачастую предъявляют необоснованные претензии, нередко выходя за рамки профессионального общения и вторгаясь в личную жизнь. Как выглядит, чем занимается во внеурочной деятельности и при малейшем несоответствии готовы потребовать замены преподавателя, несмотря на его знания и умения ладить с детьми. К такому повороту событий студентов педагогического вуза готовят еще на стадии обучения, рассказывает доцент кафедры предметных технологий начального и дошкольного образования Татьяна Баракина. Сейчас мы стали сферой обслуживания. Очень часто родители относятся к учителю именно так, что я хочу получить образовательную услугу, вы мне должны. И очень часто забывают о том, что образовательный процесс – это такая взаимосвязная вещь, где мы все в одной связке. Это и дети, и родители, и учителя. И если не получится вот этого взаимодействия, взаимные упреки, требования, они ни к чему хорошему не приведут. Помочь адаптироваться в школе молодым специалистам, вчерашним студентам, должны опытные коллеги. Педагогический состав образовательного учреждения, уверена Татьяна Баракина. Ведь работать в напряженной обстановке сложно даже тем, у кого стаж насчитывает десятки лет. Впрочем, несмотря на все трудности, профессия учителя на протяжении многих лет остается одной из самых востребованных. В квалифицированных кадрах нуждается едва ли не каждая школа. Чтобы по-настоящему влюбиться в профессию, опытные педагоги советуют молодым специалистам побывать на школьных линейках в День знаний или на последнем звонке. Именно там видно искреннее отношение детей к своим учителям, их любовь, уважение и благодарность за бесценный труд. Еще один почти профессиональный праздник появится в российском календаре событий. Свой день будет не только у матерей, но и у отцов. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня отца, который будет отмечаться в 3 воскресенья октября. В документе сказано, что утвердить красный день календаря необходимо, цитирую, «для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Так как указ вступает в силу с момента подписания и официального опубликования, то уже в этом году, 17 октября, россияне впервые отметят День отца. А День матери выпадает на 28 ноября. Дать работу нуждающимся и самому получить финансовую помощь. Программа субсидирования предпринимателей, которые готовы трудоустроить безработных, продлена до 15 декабря. Решение принято в правительстве России. Омские компании могут рассчитывать на выплаты порядка 60 тысяч рублей за одного соискателя. Это относится не только к крупным организациям, но и к индивидуальным предпринимателям. Важное условие – кандидат на трудоустройство должно состоять на учете в Центре занятости на 1 августа 2021 года. На данный момент поддержкой от государства заручились более 350 омских работодателей. Программа начала действовать в марте 2021 года из-за пандемии коронавируса, когда многие испытывали кризис и потеряли работу. В июне в программу включили выпускников, окончивших вуз или колледж в 2020-м. В Министерстве труда и социального развития Омской области отмечают, ситуация на региональном рынке труда постепенно восстанавливается. Сегодня официально безработными числятся почти 13,5 тысяч мячей, в то время как в банке вакансий почти 40 тысяч предложений от работодателей. Больше всего востребованы водители и специалисты строительной отрасли. Бизнес-условия для работы в Омске не оценили. 12 баллов из 100. Омск оказался аутсайдером среди городов-миллионников. Занял последнее 15-е место в рейтинге городов для успешного развития бизнеса. Специалисты консалтинговой компании проанализировали размер городской казны, уровень дохода жителей, финансовые условия для открытия и ведения своего дела, качество городской среды и численность населения. По мнению аналитиков, Омск – самый неблагоприятный город для предпринимателей. Провалился практически по всем показателям. На тысячу омичей приходится лишь 48 предприятий малого и среднего бизнеса. По этому показателю хуже ситуация обстоит только в Волгограде. Лидеры рейтинга помимо столицы вывелись Екатеринбург и Казань. Впрочем, даже в Омске нашлись плюсы. Несмотря на последнее место в бизнес-топе, Омск оказался среди пяти городов с самой большой долей стрит-ритейла. Уличной торговли – 27% от общего числа предприятий. Новые подробности в деле об истязании детей в суде сегодня дают показания еще несколько свидетелей. На этот раз со стороны обвинения. О чем конкретно рассказывают, журналистам услышать не удалось. Судебные заседания по делу Эдуарда Юнусова, кидавшего пол детей, будучи пьяным, проходят в закрытом режиме, так как дело касается несовершеннолетних. По словам представителей обвинения, свою вину отец по-прежнему не признает. Фигурант дела применял к детям недозволенные методы воспитания, именно применял пытки, психическое насилие, а также жестоко обращался с детьми. Сторона обвинения продолжает представлять свои доказательства, подтверждающие вину обвиняемого в совершенном преступлении. В ходе предыдущего заседания стороны заслушали показания свидетелей, которые характеризовали мужчину положительно. Отношения в семье хорошими. А факты жестокого обращения с детьми не подтвердили. Отказалась от своих первоначальных слов и изменила показания мать несовершеннолетних. Сейчас она настаивает на том, что муж хороший отец, а воспитательный процесс, так женщина называет побои, который попал на видео и послужил основанием для возбуждения уголовного дела, единственный случай. Впереди еще несколько судебных заседаний, на которых заслушают свидетелей со стороны защиты. Если суд признает вину подсудимого, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас Эдуард Юнусов оспаривает решение суда и пытается восстановить родительские права на детей. Покинули Омск на десятки метров вниз. Ворожившись надувными лодками, мангалом, углем и фонарями, омские диггеры решили исследовать недостроенные тоннели метрополитена, а заодно устроить пикник под городом. Своё экстремальное, опасное и незаконное путешествие запечатлели на камеру и поделились видеоэкскурсией в социальных сетях. На записи видно, как любители экстрима спускаются в тоннели, передают друг другу вещи. А дальше плывут по тоннелям, затопленным водой, где должны были курсировать скоростные поезда. Мы хотим, чтобы оно было! Нам нужно дотолкать лодки. Так, где-то вот так вот надо пройти. Такие вот препятствия в виде деревянных брусков. Кстати, он с гвоздями, поэтому надо осторожнее. Автор видео не забыл и об истории омского метрополитена. Вспомнил даты, когда планировалось запустить первые рейсы. Проплыв несколько метров по тоннелям, диггеры на бетонной плите разожгли мангал и устроили пикник. Определить, на какой станции побывали правонарушители, не удалось даже специалистам Министерства строительства. Ведомстве разбираются в ситуации. Материалы дела будут переданы в полицию. Данное сообщение у нас зарегистрировано в МВД России по городу Омску. Будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение уже в соответствии с законом и дана правовая оценка действиям граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова